Денис, приветствую тебя! Привет-бед! Продолжительный, скажем так, для финансовых рынков паузы. Мы с тобой снова в бою, снова делимся нашим аналитическим мнением того, что происходит на рынках. Для наших подписчиков, для тех, кому интересно наше мнение, тебе спасибо, что в новом году решил продолжить эту инициативу именно совместного контента, зная, что ты очень занятой человек, но твое мнение очень важно. Поэтому предлагаю, собственно, двигаться, как мы это делали раньше. Наши с тобой еженедельные эфиры, два эфира, соответственно, по вторникам и четвергам. Ну, если что-то будет по времени, ты мне обязательно дай знать, может быть, что-то и скорректируем, чтобы тебе было удобно. Денис, с прошедшими тебя праздниками! Безусловно, рассчитываю на то, что ты хорошо отдохнул, собрался с силами и с энтузиазмом, скажу. Сейчас смотришь на то, что на рынках происходит и конвертируешь это в хороший профит. Приветствую тебя и от тебя, от компании Амаркетс, и от тех трейдеров, которые по тебе соскучились. Если хочешь что-нибудь сказать, можешь в качестве вводного слова и попрем тогда по рынку. Ну что ж, на самом деле, хотелось бы, конечно, всех поздравить уже с наступившим 2021 годом. Очень надеюсь, что он будет, ну, скажем так, попроще, чем предыдущий в таких жизненных, пожалуй, аспектах. Все мы сможем, наконец-то, почувствовать себя снова свободными, мобильными. И выезжать нормально за пределами – это то, наверное, по чему больше всего соскучились в 2020 году. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы в 2021 уже все это наконец-то наладилось, шумиха прекратилась или хотя бы минимизировалась. Ну и рынки, в принципе, я не прекращал торговлю, просто сейчас очень сильно еще акцентировался на фондовом рынке. Но в целом, смотрю, что очень неплохо себя чувствуют, какая-то определенность хотя бы появилась уже, потому что то Трамп, Байден, Байден, Трамп, и вся вот эта шумиха уже порядком поднадоела, которая с прошлого года тянется еще с ноября. И сейчас вроде уже вот инаугурация вчера прошла, уже основные все посты, они объявлены, кто будет там министром финансов и прочее. Я думаю, об этом ты еще несколько слов скажешь. И, конечно же, ну что ж, работаем, друзья мои, работаем, чтобы 2021 год нам запомнился только с хорошей, позитивной стороны. Это точно. Так, ну что, давай тогда к финансовым рынкам. Я предлагаю начать с нашего с тобой традиционного локомотивчика, того, что на площадках происходит с индексом доллара. Так, демонстрация экрана. Так, друзья, ранее мы с Денисом закрывали 2020 год с идеями, которые транслировались довольно продолжительный период времени, о том, что индекс доллара – это инструмент, который смотрится исключительно вниз с учетом тех мер стимулирования, которые ранее были уже предприняты, ранее анонсировались и ожидались уже при новоиспеченном правительстве демократов в штатах. Правильно, Денис отметил то, что ингурация Байдена позади, он официально въехал в овальный кабинет, занял этот долгожданный пост и позицию, и теперь мы уже без каких-либо рисков, ожиданий того, что что-то будет пересматриваться, что-то может пойти не так, можем сфокусироваться именно на политике демократов. Эта политика, как минимум, уже очевидна, ясна, известна, политика исключительного стимулирования того, что происходит, то есть поддержка и домохозяйства, и корпоративного сектора деньгами. Вот пакет на 1,9 триллиона, он тоже уже известен, осталось только Байдену его окончательно, скажем, ратифицировать, проточить через Конгресс, но я уверен, что с этим проблем не будет, потому что с некоторых пор демократы контролируют не только палату представителей, но еще и Синад, ну, точнее, там 50 на 50 голоса, но решающий голос уже будет за вице-президентом, который, разумеется, демократ. Я сегодня вот эти политические нюансы рассказывал на своем брифинге, кому интересно, друзья, посмотрите. Сейчас локально мы видим то, что четырехчасовой таймфрейм, доллары реально поджимают, и на фоне ослабления курса доллара видим восстановление рисковых инструментов, риск приют вообще. Все активы, ну, может быть, там, за редчайшим исключением, основные инструменты, за которыми мы ранее с тобой следили, это такой мажоры, как говорят, на рынке Форкса, они активно растут. Поэтому по индексу доллара, друзья, я рекомендую на долгосрок, может быть, даже на перспективу всего 21 года заходить в сел, если вы этого раньше не сделали, буду в ходе последующих эфиров вместе с Денисом также держать вас в курсе того, что происходит. Но пока что действительно Байден, Минфин, который возглавит Джанет Йеллен, Джером Паул, это команда людей, которые готовы забрасывать экономику вертолетными деньгами. Ну, что тут мудрить? Давайте тогда работать именно с ожиданием того, что эти деньги станут причиной усиления нисходящей тенденции по доллару. Сегодня также можно посмотреть на евро, потому что евро, как основной мажор представителей рисковых инструментов, европейская валюта сейчас растет, очень хорошо оплакнулись мы от скользящей средней 137-го периода. Я думаю, что сейчас, поскольку мы далеко от нее не ушли, в принципе, вот в диапазоне отметки 1,21-1,2150, это довольно оптимальная точка входа в лонг с расчетом на перехай и движение пары выше отметки 1,23. По ожиданиям того, что евро будет расти, я только что отметил, что основная поддержка со стороны слабого доллара сегодня заседание Европейского центрального банка. Кстати, там никаких изменений не предвидится. Но хочу отметить, что если ЕЦБ будет анонсировать и сообщить о готовности к дополнительному смягчению монетарной политики, как бы это странно ни звучало, но евро на этом может получить поддержку. Я делаю вывод об этом на основании последних наблюдений за тем, как реагировал евро на последние заседания ЕЦБ в рамках 2020 года. Каждый раз, когда Европейский центральный банк позволял себе вербальную такую интервенцию, это воспринималось как благо для последующего восстановления европейской экономики и способствовало росту доходности европейских облигаций. И от этого выигрывал евро. Сегодня по факту решения, буквально по времени у нас 15.45, по московскому времени, это ставка в 16.30 пресс-конференция. Конечно же, ждем волатильности. Евро может легко дать коррекцию к уровню 1.21. И вот примерно где-то с этих значений 1.21, может быть даже чуть повыше, я думаю, что стоит заходить в ланги. И еще один актив – это золото, которое активно растет. Сейчас 1871 доллар за тройскую лунс. Очень синхронная динамика с долларом. Как только заговорили все о стимулах, все сразу вспомнили про то, что должно было поддерживать рынок драгоценных металлов – это риски инфляции. И вот, пожалуйста, золото сейчас прет. Вот в моменте заходить в этот актив, я считаю, что очень рискованно. Теперь вот лучше дождаться либо повторной коррекции к отметке 1850 и уже там покупать, либо уже ждать пробоя 1880 долларов за тройскую лунсу и уже последующего роста ожидать выше уровня 1900. Короче, я думаю, что до конца этой недели, может быть, даже картина станет более ясной. И мы поймем, на рынке появились новые тренды или это пока что еще неоднозначная динамика рынка, когда трейдеры и покупатели и продавцы еще сомневаются, какой вектор движения выбрать. Риск покупаем – это как резюме. Доллар продаем на основании слабого доллара, также покупаем еще и золото. Денис, слово тебе. Так, хорошо, слово взял, пока сделал. Значит, касательно евро, в принципе, сейчас очень пограничная ситуация. Мне, если честно, даже рынки, именно валютный рынок так чуть-чуть напрягает в этом году, потому что как такового, скажем, движения, которое хотелось бы увидеть или которое вообще хоть какое-то трендовое, ничего не происходит. Особенно эту неделю евро вообще находится в оффлете, то есть там какой-то мелкий диапазон, там максимум, весь диапазон недели получается у нас 100 пунктов, и так никуда не ушло. По большому счету у нас есть очень хорошее накопление вот в этом диапазоне – 21.37, 21.77, и, собственно, эта область у нас является потенциально сильной с точки зрения продаж. То есть падать-то есть куда, на самом деле, там, и с точки зрения тех же опционов, то есть у маржи здесь проход хотя бы в район 1.20, ну это как минимум. Либо при более глубоком раскладе в 1.19, потому что плечевые экстреммы предыдущие тоже были уже пройдены. Так что евро может еще немного поколбасить и все-таки спуститься вниз. Я пока что приоритетно его все-таки рассматриваю на продаж. Единственное, меня, к сожалению, по безубытку уже скинуло. У меня продажи здесь были 21.35. Вчера вроде неплохо сходили вниз, но опять вернулись. То есть такая вот флетовая ситуация, которая, ну, даже не знаю, раздражает или нет. Я, в принципе, как бы на валюты сейчас даже не сильно прям так уж отвлекаюсь, но вот посматриваю и просто жду условий. Поэтому пока вот эта область не пройдет выше, то есть не закрепится выше этого диапазона, тогда, собственно, я только буду рассматривать уже на разворотку вверх с перехаем уже в район на 1.24. Пока что вот с текущих больше все-таки преобладает, думаю, на продажу. И то это локально. А стратегически все равно жду на 24.25 на добой, но это только после уже завершения всей вот этой вот общей коррекции. Если говорить по поводу индекса доллара, здесь опять-таки вот у нас такая вот размашистая флетовая ситуация, которая очень похожа на общую, которую делают накопления. То есть они, как правило, так и формируются. Поэтому я думаю, что здесь дойдут до нижней границы. Это как раз район приблизительно там 89.90, приблизительно так. Это у нас зонка вращения так называемая. И отсюда снова сделают отскок. И толком никуда доллар и не уйдет. И будут дальше продолжать вот здесь вот флетить, то есть делать накопление. А дальше уже по прострелу будем смотреть. Но в целом, если глянуть, конечно, на общую тенденцию, направленную вниз, то есть небольшой недобой. То есть я бы, конечно, хотел увидеть в районе 88-88.5. Это еще в прошлом году как раз эти цифры озвучивал. Ну, там находятся последние уровни, потому что дальше они уже очень-очень-очень далеко будут. Поэтому вот это вот последние, которые, в принципе, остались. Так что в идеале, конечно, до них дойти. Но, опять-таки, как к ним будут идти? То есть через 50 вот этих вот коррекций, откат. Ну, в принципе, валюты по-другому и не движутся. У них все как-то не так, как хотелось бы. Так что по индексу я думаю, что мы все-таки просто зафлетим. И касательно золота, здесь вот только вчера сделали очень красивое перекрытие. Я его вчера еле-еле буквально в магазине находился в тот момент, когда успел перекинуть без убыток, потому что изначально я рассчитывал, что на ретест минимума пойдут, а потом только уже вверх. А вместо этого получилось, что там сделали такой выброс вниз на часовом графике. Я успел перекинуть без убыток. У меня здесь как раз на 1850 находился вход. И обратно его уже как раз выбило. И сейчас вот я лично склоняюсь очень сильно к такому варианту, что все-таки на 1845-1832. Это диапазон область покупателей. Сюда же попадает у нас Депок. И вот его хорошо видно. То есть крупные ключевые объемы уже перетекли в эту область. И при ретесте у нас открывается как раз путь в верхнюю зону. Это ближайшая будет зона сопротивления, которую, я думаю, коррекционно от нее реакцию дадут, но в конечном итоге ее все равно распилят и пробьют выше. Потому что золото, в принципе, она любит. Это такой инструмент, который любит распиливание делать. Или, как, например, даже здесь. Вроде импульсный пробой дали, подошли, скачали и все равно пробили. Поэтому, думаю, здесь нечто аналогичное сделаю. Тем более, когда годовой вебинар проводил 28 декабря, показывал о том, что золото я жду все равно на перехай прошлогодичного максимума. И считаю, что то, что в августе максимум сделали, что все это от него движение вниз являлось общей коррекцией. И поэтому в приоритете у меня вот такое вот... Ну, это ближе к среднесрочному движению вверх. Там в район на перехай, в общем, 200 и выше. Там же буду уточнять. Ну, а так пока что, если локально брать, то вот эта область очень классная будет для покупок. Ну, вот с текущей, как ты уже правильно сказал, не совсем разумно, потому что риски достаточно большие. Стоп, не совсем понятно. Если сюда ставят, это какой-то гигантский в 400 пунктах. Ну, так никто не торгует. И с коррекцией уже можно подбирать. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Ну, традиционно. Давай следить за тем, как себя рынки в итоге поведут. Очень рассчитываю на то, что наш прогноз оправдается. Ну, почему-то, мне кажется, с позиции фундамента, еще и вот благодаря твоему техническому взгляду, я думаю, что ставка абсолютно верна. Тебе спасибо за время, за мнение. И увидимся тогда уже на следующей неделе. Хороших тебе выходных. Да, в рабочем режиме со следующей недели. Тебе отличных выходных до вторника. Пока. Пока.